В Одинцовской библиотеке номер один гости из прошлого. На Алексея Сулимове из поискового отряда «Китиш» форма пехотинца образца 36-го года. Для молодого человека Россия, Родина, историю которой он изучает сам и старается увлечь ею других. Любовь к отчизне у Алексея появилась рано. С рассказов бабушки, с гильзы в огороде, с каких-то таких моментов, с посещения музея, эта тема начала интересовать и превросла в такое вот интересное увлечение. Совершить путешествие в прошлое на фототочке поискового отряда «Китиш» мог любой желающий. Впрочем, окунуться с головой в историю можно было и на художественной выставке, расположенной рядом. На работах мастеров Союза художников Подмосковья, исторические места Одинцовского района, звонница Вусова, Спасский храм в Уборах, Преображенская церковь в Веземах, усадьба Голицыных. Авторы картин, профессионалы, выпускники ведущих вузов страны. Это люди, которые работают по всему миру, но они живут на территории Одинцовского района, поэтому они никак не могут остаться в стороне и не писать свою прекрасную родную землю, потому что Одинцовский район, он такой уникальный. Цари русские все оставили здесь свой след, многие подвижники, святые, многие деятели культуры, писатели, музыканты, они все были здесь и мы очень гордимся этим. Пока взрослые любовались картинами Одинцовских художников, дети проходили квест «Моя Россия». Они с легкостью отгадывали загадки, с удовольствием вспоминали сказочных героев. А на входе в библиотеку номер один расположились реконструкторы и студии живой истории «Хронотоп», которые были готовы провести экскурс в историю Руси X-XI веков. Это времена князя Владимира и Ярослава Мудрого. Здесь гостей встречали викинг, представители балтийских и западнославянских племен, и, разумеется, киевского княжества. Мы изучаем и территорию Руси, которая является нашим домом, и территорию соседей. И они настолько тесно, взаимно переплетены, что это единое целое. И более того, я думаю, что по-другому невозможно изучать историю, потому что если вы изучаете какую-то там узкую историю региона какого-то, у вас не получается такого 3D взгляда объемного, комплексного. Без изучения того, что происходило параллельно у соседей, не создается трехмерная картинка. День России Одинцовцы отпраздновали с размахом, несмотря на непогоду. 12 июня МЧС сделала предупреждение возможных гроза и порывистый ветер. Но даже сбывшийся прогноз не испортил горожанам хорошего настроения. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.